Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 марта. Наконец-то наступила очередь томатов. Конечно, томаты здесь хозяева. И то, что я рассказываю про огурцы, здесь про капусту, им не нравится. Они ждут своей очереди. Они хотят, чтобы только про них, только про них здесь рассказывали. Вот, наступила пора. Сейчас буду говорить о ранней высадке томатов в теплицу. Сразу предупреждаю тех, кто не умеет или не хочет читать описание к видео. Сразу говорю, самой процедуры высадки здесь не будет. Я буду сейчас рассказывать вводные данные, почему я могу себе позволить так рано высадить, какие сорта, как, что. Все это я буду рассказывать. Сегодня я высадить уже не успею, потому что я сейчас перетаскиваю сюда томаты. Так как переносить приходится по одному контейнеру, все это делается очень медленно. И еще здесь жара крепчает. Я вот уже куртку сняла, свитер сняла, осталось одной футболки. На показания на градуснике 42 градуса. Ну, это на солнцепьёке. Так, градусов 35. Но все равно вот так достаточно. Градусник в грунте около 10. Я его только сегодня включила в огрех, но начну все по порядку. И вот перед тем, как начать свой рассказ, я хочу напомнить вводные данные, чтобы опять же потом в комментариях не было вопросов. Вот зачем так рано сажаете? У вас еще вокруг снег, у вас сибирский регион. Напомню, что у меня сибирский регион и алтайский край. И чтобы объяснить сразу, один раз, почему я так рано высаживаю, я вот напоминаю, что первый раз в этом году я буду заниматься ранней высадкой томатов в теплицу с двойным подогревом. Вот на потолке у меня, наверное, видите, висят инфракрасные обогреватели. Они обогревают воздух и поверхность земли. А в земле подогрев грунта, причем два разных вида подогрева. Вот с этой стороны, которую я уже включала, это у нас самодельный греющий кабель. Мы купили в магазине Климатика, по-моему. Вот там, где продается климатическое оборудование, где продаются эти тепловые пушки, инфракрасные обогреватели, где продаются и вот это вот современный греющий кабель, который укладывают люди себе в ванную комнату на кухне для подогрева пола, потом заливают его бетоном. Мы вот так же змеевиком уложили на 40 сантиметров в грунт и закрыли грунтом. Увидела я это в интернете, просто без каких-либо там сильных инструкций. Просто купили подобный кабель, просто все уложили, сами смонтировали, все работает хорошо. С этой стороны у нас греющая лента фабричного производства, которая проще в эксплуатации. Я вот в прошлом году говорила, что не всякий, например, возрастной огородник возьмется делать вот такой грунт, подогрев вот такими, ну как, тут, конечно, немножко проблематично, долговатенько. А вот греющая лента, которую мы купили, готовую, заводскую, уже полностью всю, как собранную комплект, ее просто делаешь углубление и так же на расстоянии 40 сантиметров укладываешь. Вот будет два разных подогрева грунта. Первый раз пользуюсь сама, никакого мнения я еще, конечно, не могу вам высказать, никаких рекомендаций, никаких там ни хвальбы, ни отрицательных отзывов, у меня ничего нет, ноль, только начинаю. Ну, конечно, по истечении сезона буду вам все показывать и рассказывать, и я вам скажу, стоит ли его вообще покупать, невозможно, жара вообще. Вот смотрите, сейчас я буду подогревать по очереди, так как я сразу две полосы не могу высадить, я сегодня включила вот этот вот, завтра буду высаживать эту сторону. Пока я это буду высаживать, включу эту, будет это подогреваться. Тут у меня эндотерминатные, а тут у меня детерминатные. Крайний ряд будет штамбовый, второй ряд будет немножко такие повыше, метр, метр пятьдесят. Все. Так, с этим решили. Потом температура. Я уже говорила, я вот сейчас сниму камеру и покажу вам температурные показатели, о которых я раньше говорила. Я говорила, что вот у нас теплая волна пройдет, будет холод, холод пройдет, потом мы вернемся. Все так и произошло. Вот посмотрите сейчас. Десять дней назад я высчитывала дату высадки первых томатов в теплицу и показывала вам, как я это делаю, то есть я выписывала предполагаемый прогноз синоптиков и выделила там один теплый период, другой холодный, вот который был, и потом длительное потепление. И сказала, что этот период у меня будут, они сидеть на адаптации, в теплице привыкать к солнышку, к холодным температурам ночным, потом я их унесу домой и вот, когда наступит теплый период, мы опять вернемся. Мы уже будем закалены и адаптированы, и 28-го будет высадка. И я сразу сказала, что хотя у нас синоптики не всегда угадывают, там плюс-минус 2-3 градуса, но вот эти периоды, они обычно совпадают. И все получилось, прям прошло как по маслу, вот по плану, как я запланировала, так и есть. Теплый период кончился 22 марта, потом был холодный, вот еще вчера у нас, позавчера было минус 16 ночью, сегодня утром было минус 11, а днем уже плюс 3. Сейчас вот температура в теплице 42 градуса на градуснике, мы снова вернулись. И, конечно, сейчас я вам еще покажу. Все эти, все свои манипуляции, все процедуры, которые я делаю, я все записываю в тетрадь, чтобы на будущий год провести анализ и, возможно, учесть какие-то, сделать какие-то выводы, короче, учиться на своих ошибках. Вот я записала, 19 марта я разведчика здесь оставляла, потом 20-го первые томаты на закаливание, потом 23-го вернула домой и 27-го снова они сюда все переехали, завтра будет высадка. Вот теперь, когда установилось это тепло, и когда уже ночные температуры на протяжении длительного периода будет 0, минус 1, минус 2, там до минус 5, это уже не страшно. По сравнению с минус 16, которое было позавчера, и минус 14 ночью, которое было вчера, конечно, я бы не рискнула результаты своих трудов вот такую ораву всю сюда высадить. А сейчас я уже точно знаю, что эта температура для нас приемлемая. Если говорить более конкретно, то вот для высадки томатов достаточно грунт, чтобы был 15 градусов. Вот у нас сейчас стоит такая солнечная погода, что даже без подогрева грунта я сегодня зашла 10 градусов. Подогрев грунта сделает свое дело, и до 15 градусов, хотя бы 12,5 он будет, я начну высаживать. Потому что, как вы понимаете, я меряю туда на глубину 30-35 сантиметров, очень глубоко. А тот слой, куда я буду высаживать, вот стакан 10 сантиметров, он уже прогрелся, он уже 17 градусов. Так что, смотря какой слой мерить, если мерить верхний слой, то температура приемлемая для высадки. Но я хочу прогреть до 15 градусов тот слой, куда корни поступят через неделю, в смысле на будущее. Вот этим томатом хочу прогреть. Вот 15 градусов грунт, а воздух вообще достаточно чуть больше 10. Если 10 градусов, например, в теплице, то томатам это нормально. 10, 12, 15, для них это хорошая температура. И хочу добавить, что инфракрасные обогреватели я вообще сейчас не включаю, потому что в солнечную погоду здесь так хорошо нагревается все солнцем, и это нам сильно экономит все эти затраты. Некоторые думают, что вот купить инфракрасный обогреватель для подогрева, это очень дорого, посчитайте, сколько за месяц будет. Я объясняю, ну каждому не могу объяснять, но некоторым вступаю вот так в диалог и объясняю. Почему вы считаете за месяц? Вот они посчитали, вот сколько он берет киловатты за месяц. Во-первых, днем никогда не работает. Весной очень часто солнечная погода. Днем у меня даже мысли нет включить обогреватель, когда здесь от солнца 30-40 градусов. Днем не работает. И даже, если, например, сейчас будет плюсовая температура на улице там, плюс 5, плюс 6. При такой температуре, возможно, и ночью, я же включаю на какой-то период, вот если бы не было вокруг много снега, у нас еще от снега идет такой холод, мы как в холодильнике, в ту весну, когда не было вокруг снега, я и ночью не всегда их включаю, потому что повышенная температура ночная, она томатом тоже не очень хорошо. Ну, короче, не знаю, я вот с инфракрасными обогревателями уже 3 года использую, и я не вижу сильно существенных таких. Если бы было очень дорого, я бы увидела эту сумму, я бы, конечно, может быть, отказалась. А я вот даже подогрев грунта решила попробовать. Тоже не знаю, будет ли это накладно или не будет. Но как я вот по своему опыту уже могу сказать, что я 3 дня включала, он нагрелся почти до 10 градусов. И я выключила. Но это был тот период, когда были очень крутые минусовые температуры за бортом. Сейчас, когда у нас будут плюсовые температуры на улице, вот я посмотрела там плюс 2, плюс 1, один раз прогрев почву, я его выключу, включать больше не буду. Земля, она остывает очень медленно. И если здесь будет еще такая температура хорошая, ну, днем будет нагреваться земля, и я думаю, что он не будет длительного пользования, вот эти вот всякие подогревы грунта. Дальше что? А, вот многие спрашивают, зачем вы купили подогрев грунта, это вот дорого, или что теперь уже не про цену, а вообще про существование этого вот подогрева грунта. Его же люди сделали, придумали не зря. Хорошо тем, кто живет в южных регионах. А кто живет, например, у нас, вот Сибирска в регионе, и если даже есть еще жестче. Всем ведь хочется получить пораньше урожай. У нас теплица, у нас солнечные дни, у нас теплица прогревается с начала марта, уже здесь жарко, здесь вот может расти все. Но из-за холодного грунта, из-за того, что зимой земля промерзает, это нас тормозит. Вот без подогрева грунта, только с одним инфракрасником, я в прошлом году высаживала 25, 26, 27 апреля. Хотя в теплице было уже в это время вообще тепло, вот как летом жара, но грунт все равно был холодноватый, и после высадки они еще неделю сидят, как бы сильно-то они и не спешат куда-то расти, потому что земля холодная, корнем холодно. Вот сейчас, в этом году, из-за подогрева грунта, раз я принудительно прогрела эту землю, у меня есть возможность высадить на месяц раньше. Ну вот представьте, кто откажется получить урожай свежие, свои ароматные томаты на месяц раньше? Да нет, конечно, потому что все равно, если бы мы здесь не получили, мы бы ходили бы куда-то в магазин за этими же овощами, мы же ходим все равно зимой покупаем и огурчики, я правда их не ем, но дети едят и огурчики, и помидорки иногда берем, и может быть эта же сумма потратится вот на эти, на пластмассовые, на импортные овощи и фрукты, которые, если будет свое, уже не захочется. Я ничего не буду заранее говорить, дорого или нет, может быть я попробовав откажусь, но пока мне все так нравится, вот в конце марта уже здесь теплая земля, хорошая, подняли высокие грядки, и если я высажу, если все прекрасно получится, пусть даже будет немного дороговато, ну, один раз живем, это все для себя, для раннего урожая, мне очень нравится, когда первые помидорки, тут даже знаете, дело в том, что не только охота пожрать и пузо набить, это вот психологически, такой подъем, такая помощь человеку, особенно пожилому, хочется же поскорее, мне, например, не охота до конца лета ходить, вот эти зеленые, которые висят, вот эти лягушата, проверять, а когда зайдешь, вечером ушел, и еще ничего, а утром заходишь, и вот это меня, особенно вот эти русские колокола, оранжевые, помидорка спелая, у меня в том году в июне, когда же она была-то, ну, не помню, какого июня, но в июне, значит, в этом году, может быть, будет в мае, я даже от одного этого предчувствия, у меня уже такой подъем, воодушевление, это как Новый год, не столько сам день, вот этот Новый год ценен, когда мы садимся за стол и едим, больше-то вот эта вот подготовка, предчувствие, вот это, как бы, ну, короче, вы поняли, у меня даже слов не хватает, важно не еда, которая здесь вырастет, а важен сам процесс, что ты сделал своими руками, что ты приложил, все эти, и потом ты будешь гордиться собой, вот такая вот самооценка повысится, скажешь, да это я, среди снегов, в сибирском регионе, вырастил ранние томаты, но если говорить, как вот некоторые говорят, говорите кратко и лаконично, я могу сказать в конце лаконично, как получить ранний урожай томатов, это просто-напросто, нужно посеять пораньше, высадить пораньше, они посеют пораньше, вот все, секрет получения раннего урожая, про рассаду я скажу так, что специально для этой теплицы, с подогревом, я нынче сделала пораньше посев, сеяла 29 января, и ясно, что они взошли пораньше, я их распекировала пораньше, и сейчас я буду высаживать, рассаду почти стандартную, у нас же стандарт, два месяца, 60 дней, вот смотрите, 29 января я посеяла, пусть они там 1 февраля взошли, 28 марта я их высаживаю, как раз 2-х месячники, конечно, какой-то будет из них, тот, который вот, детерминатный, штамбовый, он быстрее даст урожай, потому что у него короткий срок вегетации, те же самые, например, Вова Путин, и там, ну не знаю, кто там, загадка природы, но типа вот таких крупноплодных, даже сейчас не могу сообразить, какие там у меня еще сейчас скажу, конечно, они будут чуть подольше, попозже, потому что им все-таки для формирования плодов, нужно много времени, так, а, ну вот, чудо земли, я имею в виду вот это вот там, король Лондон тут у меня будет, они крупноплодные, они будут попозже, начнем с первого ряда, потом второй, потом за этих примемся, и сразу скажу, еще добавлю, то, что я говорила при посеве, обязательно, для ранних посевов, для получения раннего урожая, я всегда использую только свои, уже опробованные, опробованные, проверенные сорта, чтобы не ждать сюрпризов, вы понимаете, что здесь много очень труда вложено, большие риски, и если чужой томат, ну, в смысле, незнакомый посадишь, он поведет себя как-то не так, просто будет обидно, за потраченные деньги, за потраченные свои вот это потаскушество, когда таскаюсь я туда-сюда с этими лотками, хочется, чтобы все было по плану, по моему, конечно, как я запланировала, я хочу, чтобы так, я себя веду по плану, я хочу, чтобы мои растения тоже вели себя по плану, а для этого нужны у меня проверенные вот такие, которые я уже знаю, я на них могу положиться, все, завтра будет высадка, я надеюсь, я сейчас, наверное, это последнее видео, у меня аж это, солнечный удар сейчас будет, я сейчас буду продолжать вытаскивать свои томаты, сегодня вот весь день, как я называю, вот это таскание, или потаскушество, какое слово, не знаю, какое придумать, более приличное, короче, буду таскать, 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 завтра начну втыкать их в землю, завтра расскажу, как я их втыкаю в землю, ну, как высаживаю, и расскажу, сколько у меня вошло, томатов будет здесь немного поменьше, потому что сюда еще сами прям просятся баклажаны и перцы перцы решила сюда посадить потому что они уже с цветочными бутончиками жалко их оставлять дома и баклажаны некоторые такие раз лопушились большие ну и как раз у нас будет возможность понаблюдать как растут перцы в одинаковых условиях с томатами при ранней высадке при высадке в марте как растут томаты короче нам тут не хватает только огурца и арбузов все до свидания это вот ранее высадка